Всем привет! Меня зовут Динсюк Сергей. Я SEO международной юридической компании и у меня более 17 лет стажа приема людей на работу. Сегодня я хотел вам рассказать о таком простом понятии как резюме или CV с английского. Какие типичные ошибки есть у людей, почему то или иное резюме продающее, а другое не попадает во внимание рекрутеров. То, что я рассказываю, это не является стопроцентной истиной, но из жизненного опыта я хочу сказать, что это точно работает. Итак, первое, что делает, если человек в резюме не оставил фотографию, вероятность, что оно будет рассмотрено резко падает. Второе, резюме должно быть четко структурировано. Не обязательно классически, оно может быть изображено или графически, или каким-либо другим способом. В PDF формате или в Word формате. Но очень важно, чтобы была структура резюме, чтобы человек, который принимает решение о том, двигать кандидата дальше или нет, смог понять, о чем идет речь. И самое важное, выделил те скиллы, те навыки, которые у вас есть, которые бы вас выделили среди остальных кандидатов, чтобы остановились на вас. Очень важный момент это указание образования. В принципе, вообще вся информация в резюме должна быть максимально полной и отражать лучшие стороны кандидата. Любые ваши достижения, которые у вас есть, классно учились, не стыдно написать, что у вас диплом с отличием. Если у вас были какие-то награждения, если вы участвовали в каких-то конкурсах, то есть любые достижения, которые касаются той должности, на которую вы претендуете, которые могут показать ваше усердие, ваше отличие от других кандидатов, они только добавят вам веса. Касаемо опыта. Много раз обращалось внимание, что опыт должен указываться от последнего места работы действующего и вниз по ниспадающей. Часто люди путают, указывают не весь опыт, указывают не все компании, в которых они работали. Любые разрывы в стаже в трудовом для рекрута являются проблемой. Сразу возникает вопрос, почему человек ушел с одного места работы и пришел в другое через большой промежуток времени. И поверьте, если вас пригласят на собеседование, вам обязательно зададут этот вопрос. Поэтому вам нужно быть готовым отвечать, если вы оставили в своем резюме пробел, в трудовой биографии или еще какие-то вещи. У вас должны быть готовые, понятные ответы, почему у вас переходы с одной компании в другую завершались какими-то промежутками времени. Чем больше у вас разрыв между местами, где вы работали, тем сложнее вам будет себя продать. Поэтому, если у вас есть возможность эти разрывы сокращать, их нужно сокращать. Если в силу каких-то обстоятельств у вас не удалось их сократить, вам будет огромным плюсом, если вы указываете, что в этот промежуток времени вы закончили какие-то курсы, вы прочитали какие-то умные книги, вы присутствовали на каких-то значимых форумах. То есть о том, что даже если вы не работали, но вы продолжали развиваться, это все очень важно. Также очень важно бывает указать дополнительную информацию о том, что у вас есть водительское удостоверение, о том, что у вас есть какие-то сертификаты. Это особенно важно для финансовых директоров, потому что важны международные сертификаты. Это в некоторых должностях вообще является обязательством. Там сертификаты АСА или еще какие-то. Любые сертификаты, которые подтвердят какие-то дополнительные курсы, навыки, которые вы получили. Все это добавит вам значимости. Не пишите банальные вещи, коммуникабельные, инициативные, добросовестные. Это семь земных грехов, которые пишут все. Это просто банальщина, на нее не обращать внимания. Понятно, все коммуникабельные и активные. Касаемо доходов. Я как-то обращал на это внимание. Некоторые указывают ожидания по доходам, некоторые не указывают. Я думаю, что на момент, когда вы предоставляете резюме, лучше не указывать доход, который вы ожидаете. Если вы подойдете, ваши ожидания могут отличаться от бюджета. Как в большую сторону, так и в меньшую, которую компания готова будет вам предложить. В случае, когда у вас будет собеседование, на собеседовании всегда этот момент можно проговорить. И скорректировать свое видение, если вдруг вам работа понравится. И может такое быть, что доход на старте значительно ниже, чем доход после испытательного срока. Может наоборот, вы можете указать заниженную стоимость, а в ходе собеседования вы поймете, что вам готовы были заплатить больше. Такие случаи бывают, но уже ничего не сделаете, потому что вы фактически согласились на меньшую сумму дохода. Поэтому очень важно, наверное, не писать цену на старте. В следующий момент резюме не должно превышать двух страниц. Никто не будет смотреть резюме из 5-6 страниц. Поэтому информация должна быть изложена максимально лаконично, доступно и понятно. Также хотел сказать о том, что есть современные тренды делать графическое резюме. Оно классное, визуализация отличная, но в графическое резюме часто нельзя поместить всю информацию, которая нужна для принятия решения. Поэтому хорошо подумайте, как все-таки лучше предоставить информацию себе. Следующий момент. После получения резюме часто бывает просят заполнить анкету. Хорошо, если этого нет, но если вам дают заполнить анкету, там 3-4 странички небольшие. Если вам эта позиция действительно важна, интересна, не делайте проблемы в том, чтобы заполнить эту анкету. Часто бывают какие-то моменты в ней дублируются по отношению к тому, что вы указывали в резюме. Если вам эту анкету бросили в электронном виде, я не вижу проблемы скопировать с резюме и вставить этот блок информации в анкету. Чем больше вы ее заполните, тем больше вы покажете, что вам эта работа интересна, тем больше шансов, что вы попадете в шортлист. Потому что, как я говорил ранее в своих видео, вы можете посмотреть их на канале, что обращений сейчас очень много и очень много сейчас коммуникаций. Допустим, у меня есть чат вакансий топ-менеджеров в Украине. Около 9 тысяч там участников и 95% этих участников это соискатели, остальная часть это рекрутеры, которые опустят свои вакансии. И если выставляется вакансия и человек релевантный отвечает на эту вакансию, очень большое количество кандидатов. Поэтому важно, чтобы вы попали в количество кандидатов при первом беглом осмотре резюме в шортлист. То есть, первое, смотрится релевантность. Если вы релевантны, смотрят по скилам, которые у вас есть. Потому что бывает такое, что при необходимом опыте топ-менеджмента есть отличия в сфере и так далее и тому подобное. Поэтому, чем более лаконично, понятно, читаема будет информация у вас, тем больше шансов попасть в шортлист. В шортлист, как правило, там около 5 кандидатов. Они уже представляются топ-менеджеру, который принимает решение. Или это акционер, или это SEO, или это представители намп-совета. Представляется шортлист максимум 5 кандидатов. Ну, может быть, чуть больше. Но, как правило, до 5. Из этого шортлиста уже приглашается на собеседование 3, допустим, человека. И уже, как вы себя проводите на собеседовании, уже будет зависеть дальнейшее будущее ваше с этой компанией. Это, в принципе, все, что я хотел сейчас рассказать. По теме резюме. Если у вас будут вопросы, обязательно их задавайте в комментариях ниже. Можно со мной связаться. Я оставлю ссылочку на телеграм-чат, о котором я говорил с вакансиями. Обращайтесь ко мне, обращайтесь в этот чат. Там вакансии бесплатные абсолютно. Если вам нужна будет индивидуальная консультация, тоже ко мне обращайтесь, я в этом чате есть. Буду рад вас видеть. Задавайте вопросы. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь, не пожалеете. Всего доброго. Спасибо.